МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Ноябрьск-24". Продолжает свою работу. Прямо сейчас мы готовы подвести итоги вторника. Полиция разберется. Ноябрьский отдел МВД возбудил уголовное дело на Алексея Степанова, который собирал деньги на лечение якобы больного ребенка. Земли для многодетных. Ямальцам предоставят сотни участков в Заводоуковске. Это юг Тюменской области. И молодые профессионалы. Трое студентов Ноябрьского колледжа и ученица православной гимназии примут участие в финале чемпионата WorldSkills Russia. Полиция Ноябрьска завела уголовное дело на Алексея Степанова, мужчину, который собирал деньги на лечение якобы больного ребенка. По информации правоохранительных органов, заявлениями на мужчину обратились уже четверо горожан. В данный момент ведется расследование всех обстоятельств. Напомню, объявления с призывом о помощи появились в городе в конце апреля, а самого мужчину не раз замечали в общественном транспорте. Как стало известно, подобной деятельностью он занимается уже давно и в разных городах. Более того, в 2010 году Алексей Степанов уже был судим за мошенничество и подделку документов. Отделом дознания ОМВД России по городу Ноябрьску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения, обязательство о явке. Одна из тех, кто поверил в историю о больном ребенке, Ольга Гуреева. Она увидела один из постов в социальных сетях и не смогла пройти мимо. Более того, Ольга даже звонила так называемому отцу малыша и разговаривала с ним. Тогда подозрений он не вызвал. Быстро прислал ей номер своей карты, а она скинула псевдоволонтеру 500 рублей. Жалко, что просто люди наживаются на горе чужих детей. Это, конечно, вызывает шок просто-напросто. Я сама мать троих детей. Мне бы эти 500 рублей тоже не были лишними для моих детей. Но хотелось поделиться, чем-то помочь. Теперь буду более предусмотрительна в этом плане. С официальным заявлением выступил и благотворительный фонд «Частливый мир», от имени которого якобы работал Алексей Степанов. По словам учредителя фонда, за последние несколько лет псевдоволонтер обманным путем собрал по городам России около 15 миллионов рублей. В фонде заявили, что никогда не сотрудничали с данным человеком и не подписывали с ним никаких документов. Ни один фонд никогда не заключает с частными лицами договор на сбор денег, тем более наличные счета. Никакой фонд никогда не уполномачивает честный фонд ходить по электричкам и собирать наличные деньги, которые непонятно куда деваются. И уж тем более ни один фонд не согласится на то, чтобы в объявлениях фигурировали вымышленные дети, которые якобы являются собственными детьми волонтера. Ремонтировать путепровод на проспекте Мира будет компания «Севердорстрой». Именно она стала победителем торгов по определению подрядной организации. На объекте предстоит отремонтировать балки, опоры и пролетные строения, частично заменить устаревшие конструкции. Также планируется обустроить водоотвод, новое освещение и новые перелограждения и полностью заменить асфальтобетонное покрытие. Работы, судя по техническому заданию, продлятся до конца ноября. На период ремонта движение по путепроводу ограничат. Пока будут производить ремонт одной половины сооружения, автомобили в оба направления запустят по другой стороне. Ремонтные работы обойдутся почти в 70 миллионов рублей. А вот соглашение о строительстве школы в 8-м микрорайоне Ноябрьска подпишут уже в этом году. Объект рассчитан на 1200 мест и будет возводиться на условия государственно-частного партнерства. Кроме того, в 2019 году планируется заключить концессионные соглашения на строительство двух школ в Салихарде и по одной в Муравленко и Тазовском. Это обеспечит в общей сложности более 4000 мест. Ранее сообщалось, что Ноябрьск получит деньги на ремонт школы номер 3. На ее состояние родители жаловались в соцсетях. За последние годы в текущий ремонт здесь вложили более 20 миллионов. Частично приведены в порядок классы, обновлены спортивные и актовые залы. Но самому зданию уже более 30 лет. И главная проблема – это старые полы в холлах, кабинетах и коридорах. Нужен капремонт. Сотни участков в Заводууковске, это юг Тюменской области, будут предоставлены многодетным ямальским семьям. Председатель общественной организации многодетной семьи Ноябрьска Наталья Каткова посетила эти участки. В город она приехала по приглашению Департамента имущественных отношений Тюмени. Размер каждой территории от 6 до 10 соток. Еще три года назад здесь было чистое поле, а сейчас проведена электроэнергия и газ. Проложена чебенчатая дорога, которую позже обещают заасфальтировать. Правда, пока больше участков пустует, строятся здесь и готовые единицы. Дело и в удаленности участков, и в дороговизне материалов. В следующий раз Наталья Каткова планирует посетить Заводууковск в конце лета. Обещают построить детский сад. Школа там есть. Строится комбинат. То есть рабочие места. Птицефабрика там. Природа, конечно, очень хорошая. Ну, я не знаю, вот с моей стороны мне понравилось, потому что там очень много зелени, очень много там река есть. Ямальские депутаты рассмотрят поправки в окружной закон о поддержке долевого строительства. Проект обсудят в первом чтении, сообщили в прислужбе законодательного собрания Ямала. Очередное заседание назначено на 23 мая. Ранее стало известно, что только три застройщика на Ямале готовы работать с дольщиками по новым правилам. Об этом журналистам сообщил замгубернатора Андрей Воронов. По его словам, из 44 строительных компаний в регионе только три готовы к переходу на новую систему. Уже с 1 июля вступят в силу изменения в законе о долевом строительстве. Застройщики не смогут использовать средства дольщиков для финансирования своей работы, а должны будут брать в банках специальные кредиты под строительство. Банки уже заявили о своей готовности работать по новой системе, а вот застройщиками ситуация несколько сложнее. Власти Ноябрьска приступили к проектированию кванториума. О том, что в городе планируется построить современный образовательный центр, еще осенью прошлого года заявили в окружном департаменте образования. Сейчас объявлены торги по выбору компаний, которые спроектируют технопарк. Предполагается, что ноябрьский кванториум будет включать 9 квантумов, то есть направлений, более 15 лабораторий. В лабораториях дети смогут изучать дизайн, виртуальную реальность, IT-технологии, робототехнику, устройство беспилотных летательных аппаратов и проектировать транспортные средства будущего. Кроме того, в здании расположится город-профессии, каворкинг-зона, детские аттракционы, 3D-кинотеатр, интерактивные музеи и библиотека. Проектировать здание будут в два этапа. Окончательные варианты сметы должны быть готовы в феврале 2020 года. Создание в России сети детских технопарков «Кванториум» – это федеральный проект агентства стратегических инициатив. Сегодня открыто уже 89 таких учреждений в 62 регионах страны. На Ямале «Кванториумов» пока нет. Ближайший расположен в Хантамансийске. Пять современных мастерских появятся в колледже профессиональных информационных технологий. Их создадут на деньги, которые учебное заведение получит за победу в федеральном проекте «Молодые профессионалы». Колледж отметили в номинации «Искусство, дизайн и сфера услуг», куда было подано 170 заявок из разных регионов. На выделенную с федерального бюджета субсидию в 7,5 миллионов рублей в Ноябрьском колледже в 4-м корпусе оборудуют мастерские по компетенциям ресторан и сервис, поварское дело, кондитерское дело, документальное обеспечение и бухгалтерский учет. Открыть их планируют уже в следующем году. Мы уже начинаем заказывать оборудование, потому что это будут инфраструктурные листы, финал национального чемпионата будут входить непосредственно, и требования ФГОСа, топ-50, которые к оборудованию. Мастерские будут брендированы, потому что есть определенные требования, в этом гранте были прописаны, и все будут, соответственно, требования. Еще трое студентов Ноябрьского колледжа и ученицы православной гимназии примут участие в седьмом финале национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia. Он пройдет в Казани с 20 по 24 мая. Сейчас все участники готовятся к предстоящим состязаниям. О том, как проходит подготовка в материале Оксаны Зачуковой. В лаборатории мехатроники подготовка к предстоящим состязаниям в самом разгаре. На отборочном этапе первокурсники Никита и Алексей смогли войти в пятерку лучших и доказать, что на Ямале собирать сложные роботизированные механизмы могут не хуже, чем в других регионах. И это несмотря на то, что развивать направление в колледже начали только год назад. Студенты признаются, путевка в финал далась непросто. Была одна плита, то есть одна тележка, так сказать. И там было два ската и их непросто. Он должен был транспортировать две заготовки на два разных ската и различать их по цветам. И в конце задания, точнее в любой момент могли остановить всю систему и сказать разобрать поршень, который опускает саму ключню. Какое задание будет на самом финале, пока держится в строгом секрете. Участникам известно лишь, что конкурсные испытания продлятся три дня. Студенты соберут станцию сортировки деталей, устранят неисправности и оптимизируют процесс. Насколько успешно они выступят, зависит от многих факторов. Мы когда ехали на отборочные, мы очень надеялись, что попадем. Но, честно сказать, мы ехали первый раз, не думали, что с первого раза так хорошо получится. Шанс есть всегда. Но у нас компетенция такая, что много случайностей в процессе. Очень много. То есть бывает какая-то одна маленькая-маленькая случайность, которая или поднимает вверх, или которая отбрасывает сразу на несколько пунктов назад. В отборочных состязаниях WorldSkills от ноябрьского коджа участвовало 10 компетенций. В финал вышли только три из них. Сегодня участники готовятся к итоговым выступлениям без выходных. Мы все праздники выходные, с утра до вечера работаем. Где над ошибками отборочных соревнований, когда были отборочные соревнования, мы увидели, какие ошибки. Где что-то новое смотрим, которое еще они где-то не видели. Или наши эксперты сами придумывают какие-то задания, которые, возможно, будут на финале. Мы знаем одно. В финале очень сложное задание. Альбина Саид Ахметова с камерой не расстается уже два года. В прошлом региональном чемпионате WorldSkills она была третьей. Сейчас уже первая. Говорит, главное в хорошем снимке удачно поймать момент. Стараемся прокачивать все сразу, потому что очень важно, чтобы все навыки были одинаково развиты. Если ты уделяешь чему-то одному больше внимания, то ты можешь провалиться на других модулях. А в WorldSkills очень важны общие компетенции, чтобы ты справлялся с разными ситуациями и со всеми видами съемок. Мы соревновались в течение одного дня. То есть каждый студент вместо трех дней участвовал в чемпионате один день. Ну и, собственно говоря, был женский портрет, была стекинговая съемка предмета и была съемка репортажа. В компетенции фотография на финал поедет еще одна участница – ученица православной гимназии Маргарита Коршунова. Она стала лучшей среди юниоров. В этой категории участвовали школьники не старше 16 лет. Я хочу поступить на педагогический и стать педагогом по вокалу. А фотография будет у меня как дополнительный заработок. В Казань студенты отправятся уже в эту субботу. Результаты их выступления станут известны 24 мая. Оксана Зайчукова, Александр Морозов, Ноябрьск, 24. Сегодня в Перми начался самый масштабный творческий конкурс среди студентов всей страны – российская студенческая весна. Участие в ней принимает и ямальская делегация. 20 человек, в том числе и представители Ноябрьска, два месяца назад завоевали путевку на всероссийский этап, став лучшими в этапе региональном. В этом году Ямал традиционно заявился сразу в нескольких номинациях. Это танцы, музыка, театр, оригинальный жанр, региональная программа, журналистика и видео. Оценивать выступления ямальцев будут популярные певцы, хореографы, музыканты, актеры, режиссеры, танцоры, продюсеры, журналисты и общественные деятели. Всего 39 человек. Завершится фестиваль 19 мая. Тогда же назовут имена лауреатов 27-й всероссийской студенческой весны. Май не подарит тепла жителям Ноябрьска, по крайней мере, в ближайшую неделю. Таковы прогнозы местных метеорологов. По их данным, такая ситуация с погодой в мае для нашего города вполне приемлема и традиционна. Ночью температура будет опускаться до минус 5-7 градусов, а днем едва ли поднимется выше нуля. Сопровождаться все это будет обильными осадками в виде дождя и снега, а также неприятным сильным ветром. Не улучшится ситуация и к началу июня. Температура в первые дни летнего месяца будет держаться в районе плюс 5 градусов. Двое жителей Ямала больше суток дрейфовали на льдине. Причина – сломавшийся автомобиль. История спасения опубликована в соцсетях. Жители ямальского поселка отправились на помощь вызволять тонущую машину и сами оказались в беде. Транспорт провалился и начал тонуть. Водители проходящих авто вытащили их из-под воды, но при этом повредили ходовой мост машины. В итоге люди вместе с транспортом были заблокированы на льдине. Она таяла и с каждым часом становилось все меньше. Нос машины ушел под воду, отказал генератор и вся электрика. Только спустя два дня нашлись смельчаки, которые отозвались на призыв о помощи. Мужчин вызвали ли из ледяного плена?